Молодая женщина Миниционеры решили, что имеют дело с серийным убийцей, жителем, вырущимся. Прочесать лес велелись сидеть вечером по домам, а сами запросили из города помощь. Но людей дома не удержишь. На следующий же день прибежала девочка, искала козу, которая вечно забирается куда-то упала. У брошенного дома на отшибе из-за лесополосы, где трава выше человека вырастает, вот в этой самой траве кто-то дышит. Не то человек, не то зверь. А так, словно воздух, через трубку втягивает, с трудом, со свистом. Но мужики тут же сорвались. Милицейского авторитета остановить их не хватило, так что вместе все и пошли. В общем, этого маньяка нашли первым. Он соорудил что-то вроде гильотины, но вместо лезвия вниз падал тяжелый плоский камень. Этим камнем голову оплаху и размножило. Труп, стоящий на коленях перед плахом, держался на охоте шейных мышц. Остальные трупы были в погребе. Двое были убиты. С убитой до смерти обычной палкой. Двое, мужчина и девочка, как потом выяснилось, умерли от остановки сердца, а никаких следов физического насилия на них не было. Человек этот жил тайно около двух недель. Откуда он пришел, установить не удалось. Ничего не ел толком. Был сильно истощен. На его теле обнаружились многочисленные синяки и царапины разной должности. Очевидно, он ежедневно истязал сам себя. Ногти на руках были содраны. В углу комнаты, где он устроился в дилижанку, валялись листы бумаги, целые, скомканные или изодранные в кочья. На каждом листе было по одной или две фразы. Иногда просто попытка что-то написать в виде яростных штрихов. Чаще всего встречались слова «Простите», «Помогите» и «Сдохните». Листок с надписью «Сегодня 4 августа» разорван на мелкие кусочки. «Простите, простите». Она меня увидела и не хотела бы. Она бы всем рассказала, она так кричала. На другом листе «Любое зеркало, любое». Еще на одном «Все, сел, всех, пусть вы все вот так». Из утреницы женщины, погибшей первой, было извлечено зеркало. За домом была обнаружена куча стеклянной крошки, в которой опознали измельченные зеркала. Не разбитые, а целенаправленно истолченные в мелкое крошево. Версия о нарушении психики неопознанного убийцы была логичная. Оставалось только идентифицировать его. И вот первый звоночек прозвенел в отчете под логоанатом. Из раздробленных костей черепа сложить цельную картину было невозможно. Но самих этих костей было несколько больше, чем нужно. Будь у наших специалистов нормальная техника, программа моделирования, которыми обеспечены медэксперты, можно было бы что-то доказать и реконструировать. Но рисунок, приложенный к отчету, лишь примерная реконструкция черепа убийцы. Выглядел он смешно, нелепо и страшно. Потому что вытянутые вперед челюсти, сросшиеся в подобие трубы, не могли находиться на человеческом лице пологики. Глазницы, по мнению нашего патологоанатома, были каплевидными, вытянутыми в сторону этого рыва. История получила некоторый резонанс. На месте убийства периодически приезжали любопытные. Ну и есть такая особая порода людей. Двое из них студенты, парочка. Описывали свою вылазку на диктофон. Дальнейшая известна уже из этой записи. В пустом доме они обнаружили среды предыдущих посетителей. И недавние надписи на стенах. И относительно антикварную 19 века открытку из серии о хороших манерах. На открытке была изображена девочка, стоявшая на коленях. На пуфике, утрюмо, и показывающая своему отражению весы. Надпись гласила «Воспитанные дети не искажают лиц, ибо рискуют остаться такими навсегда». Следующей находкой было пыльное зеркало на столе. Последние связанные слова на диктофоне были такие. «Она!» «Дурак! Ты что, рукавом? Я сейчас тряпку принесу!» Слышим звук, как она уходит в другую комнату. Вон «Слушай, да ну кривое какое-то, смотри, какая у меня рожа!» Звук «О!» Все тянулся, словно парень не мог закрыть рот, становясь все громче, пока он не перекрылся визгом девушки. Девушку нашли на том же месте. Причина смерти – остановка сердца. Он покончил с собой, прыгнув в колодец, предварительно разодрав свое лицо, голову и плечи них тянут. Кости его черепа были деформированы, подобно черепу убийцы. Верхняя челюсть изгибалась так, что незакрывающая пасть доходила до непробных дух, поглотив отверстие носа и разведя глаза в стороны кушана. Нижняя челюсть срослась подбородочным выступом с ключицами. Лицо девушки было изуродовано только с одной стороны, той, которая была видна в зеркале, если бы она стояла на том столе. В кротескном выражении ужаса правый ее глаз был распахнут и выпучен. Не только глазницы, но и само глазное яблоко были увеличены более чем в два раза. Но зеркала-то в комнате не было. Через четыре дня следователь, который вел это дело, не вышел на работу и бросил мне на почту письмо с просьбой как можно быстрее зайти к нему домой. Входная дверь была открыта. В двери спальни скотчем был приклеен конвертер. На самой двери надпись. Я в спальню. Сначала прочитай. Это был очень краткий отчет о последнем дне его жизни. Я скопировал открытку. Не знаю, зачем. Не знаю. Не или дело. Но на всякий случай к сиркопию я, правда, сжжу. Зеркало действительно подходит любое. Случилось внезапно. Рано утром в 5.35, когда зашел в ванную бриться. Больно не было и сейчас не больно. В зеркало смотреться необязательно. Достаточно оказаться в поле его отражения. Каждый раз все хуже. Пытался что-то исправить, стоя перед зеркалом. Еще хуже. И зеркало зависит. Зрение в порядке. Я вижу в основном свыше глаз. Слух в норме. Давление повышенное. Пульс учащенный. Сердце бьется с перерывами. Температура низкая. 35,4 градуса. По Цельсию. Повышенной агрессивности за собой не заметил. Однако мысль взять оружие, выйти на улицу и захватить с собой так можно больше человек была. Мотив простой. Они не виноваты. И я не виноват. А почему же тогда мне одному? Но мысль эту я отбросил довольно легко. Я не могу думать о деле. Испытываю даже удовлетворение от того, что мне не нужно изобретать подобный способ самоубийства. Я привношу извинения за то, что не даю возможности исследовать себя. Но существовать в подобном виде не могу. Завещание написать не успел. Хотел бы, чтобы квартира досталась дочери от первого брака. Я вызвал коллега и в спальню мы зашли вместе. Он лежал на кровати. Постелив под голову клеенку. Стреляя в правое ухо, к левому он прижимал подушку. Поэтому крови практически не было видно. Рядом на тумбочке лежали все его наличные деньги и документы. То, что осталось из лица, напомнило нам его привычку хмуриться. Отчего через визелок пролегала вертикальная морщина. Сейчас все его лицо от подбородка голба было разделено вертикальной щелью. Которую проваливались вороты носа. Гвозницы располагались друг напротив друга. Стреляя в ухо, он выбил себе оба глаза. В течение месяца наш отдел был расформирован. Большинство из нас сменили род деятельности. Новости друг от друга мы стараемся не узнавать. Каждый раз, подходя к зеркалу, я обливаюсь холодным потом и вспоминаю. Ведь зеркало действительно подходит к любой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин